Уважаемые кузбассовцы, коронавирусная инфекция по-прежнему представляет угрозу и для нашего региона, и для страны в целом. Адская, вообще дичь. Просто адская. Звонит уже, звонит. Увидели ее. Я не могу вообще. Смотри на бумажках, на коронавирус, на, на, и ты, на, и вы. Они сами могут быть разносить. И они еще бумажки, бумажки, понимаете, раздают. Вот еще народные дружинники. Здравствуйте, а вы дружинники, да? Мы те же самые, вы обе спрашивали. Те же самые? Те же самые народные дружины. Вы же как разговаривали с народными дружинниками. А чем вы занимаетесь? Вам все объяснили. А я у вас спрашиваю. Можете объяснить? А мы хотим вам объяснить. А почему? Вы же народные дружинники. С народом общаться как не хотите, народные дружинники. Смотри, полтора метра, смотри, полтора метра народные дружинники соблюдают. Вы как? Ну вот губернатор рекомендовал, то есть, там, полтора метра дистанцию, ограничить личные контакты. Чем вы вообще занимаетесь? Можете объяснить? Мы вам объяснили. То есть, вы нарушаете распоряжение губернатора Кемеровской области? Кузбассы? Или как, чем вы вообще занимаетесь-то сейчас? Вот еще народные дружинники. А вы можете мне вот рассказать, вам как, деньги платят за это? Может, вы деньги осваиваете еще бюджетные? На добровольной основе. То есть, исключительно из-за самых благих намерений вы решили покинуть свои жилища, да? Не прислушиваясь к президенту, не прислушиваясь к губернатору и отправиться, вот, ходить по городу. То есть, на бумажках раздавать коронавирус. Вы же все можете быть его разносчиками. У меня вот такой еще вопрос к вам интересный. Народные дружинники, чего с народом-то поговорить не хотите? То есть, почему вот у вас нету средств защиты против вирусной инфекции, если вы вот ходите и с людьми общаетесь? Маски вот эти, они не способствуют, как бы, ограничению распространения этого вируса. У вас нету очков у заразиса, можете. Понимаете, через слизистые оболочки. Ну что, молчите-то, по-родные дружини. А что, бумажки-то не раздаете? Вы же бумажки раздавать должны. Адская вообще дичь. Просто адская. Вот представьте себе, если кто-то из вас один является разносчиком. Вы между собой дистанцию не поддерживаете, полтора метра. То есть, вы все друг друга можете заразить. То есть, вот, какова цель вообще вот этого вашего... Вашего вот этого хода, не знаю, как прохода назвать-то. Дайте мне бумажку одну. Эй, дружинники, бумажку мне дайте, пожалуйста. Народные дружинники, дайте мне бумажку. Бумажку не дают. Не, не дают бумажкой. Женщина, дайте бумажку, пожалуйста. Прочитать хочу, что у вас там написано. Вы что меня игнорируете? Я вам говорю, дайте мне бумажку. Вы же людям даете, а мне почему не даете? Во-во-во, смотри, вон детям, детям, детям суются. А нам не дают, дают. А нам почему бумажку не даете? Ну, разъясните мне, какие там рекомендации по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Если вам бумажку жалко на словах, расскажите. Ответственность, смотрите, статья 6.3 КАП РФ. Нарушение законодательства в области обеспечения. Потом, статья 2.6.1. Невыполнение правил поведения. Потом, вот еще, статья 236. Нарушение садентарно-метеологических правил. То есть вы предупреждаете об ответственности, да? Не-не, ну вы, получается, предупреждаете об ответственности. Скажите, то есть, а почему вы тогда, вот, собственно, правило номер один, то есть, не выходить из дома без крайней необходимости? Сказочная, просто адская дича, которую вы можете наблюдать на Кузбассе. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал, проверяйте подписку. Всего доброго, будьте. Здоровы! Аплодисменты. Спасибо. В Irak. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...